Кого основатель Playboy лишил наследства? Почему Тому Крузу пришлось защищать собственный тыл? И сколько стоит самый прозрачный бриллиант в мире? Об этом и не только в нашем обзоре. Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему исполнился 91 год. Последние часы жизни шеф-редактор культового издания провел в Лос-Анджелесе в кругу семьи и друзей. Хефнер основал журнал 60 лет назад, но Playboy популярен до сих пор. Состояние Хефнера разделят дети, университет Южной Калифорнии и несколько благотворительных организаций. Жена издателя Кристал Харрис, младше Хефнера на 60 лет, останется ни с чем. Книгу о психическом здоровье Дональда Трампа выпустили в США. Над исследованием работали ведущие специалисты Ельского университета. Свою работу назвали «Опасный случай Дональда Трампа». Авторы сделали вывод, что президент безумен, а его стиль управления страной сказывается на психическом здоровье граждан. Сам Трамп уверен, что СМИ и соцсети сговорились и специально ведут кампанию против него. Том Круз опроверг все обвинения в том, что во время съемок фильма «Валькирия» он использовал накладные ягодицы. Поводом для насмешек в сети и создания дюжины мемов стали вот эти кадры. Поклонники Круза убеждены, что это часть тела их кумира не настоящая. Дошло до того, что Крузу пришлось публично объясняться. На одной из пресс-конференций актер поставил точку в истории о его пятой точке, заявив, что никогда не использовал накладные ягодицы на съемках. Ограненный бриллиант весом 163 карата выставили на торги в Гонконге. За него планируют выручить не менее 30 миллионов долларов. Глава азиатско-тихоокеанского подразделения аукционного дома «Кристис» Франсуа Кюрель признался, что никогда не видел такого камня. Бриллиант абсолютно прозрачный. Его нашли в прошлом году на шахте в Анголе. До обработки самородок весил в 4 раза больше. Над огранкой трудились ювелиры из Женевы. А в Лос-Анджелесе продают личную ситару участника легендарной Битлз Джорджа Харрисона. За инструмент хотят выручить от 50 до 100 тысяч долларов. Харрисон купил его в 1965 году специально для записи песни Битлз «Норвежский лес». Ситара – многострунный инструмент, на котором играют классическую индийскую музыку. Харрисон был большим поклонником такого звучания. На продажу раритет выставила близкая подруга жены музыканта. Ситара – «Мittens» Ситара – «Норвежский Ada Битлз руководит Jeff SAS»